Полное разочарование. Именно это я чувствую сейчас. Да, вы не ослышались. И как вы понимаете, Радуга испортила абсолютно всё, что только можно испортить. Всем привет, меня зовут Настя, и вы попали на канал Элумика. Сегодня я бы хотела рассказать вам о финале восьмого сезона, о просто идеальном сливе персонажей и о идеальном провале всего. Как и многие поклонники мультсериала, я надеялась на то, что в финальной серии Трикс объединятся с Винкс и победят Валтера, избавив волшебное измерение от его тирании. Однако в серии мы получили только то, что Трикс исправили свои ошибки. Они отдали звездочку Винкс, и те их просто поблагодарили. Действительно, очень хороший исход событий. Всё, не будет никакой концовки. Мы лучше песенки споём, чем покажем судьбу планеты Диамонт. Действительно, ведь нам так интересно смотреть на эти танцульки и кривляния, когда там, на планете, страдает персонаж. Страдает девушка. Страдает принцесса. С другой принцессой, которая при всём при этом заколдована. И понимаете, их даже на концерте не показали. Даже в толпе не показали. А это значит, что Айси осталась при том, что имела. И Винкс не помогли. Вы, конечно, извините меня за то, что я сейчас начинаю бомбить. Но по-другому я описать финал восьмого сезона просто не могу. Я не могу принять то, что всё закончилось именно так. Сначала Валтер общается со своими братьями Тьмы, которые просят его о том, чтобы он их спас. И опять же, кто они такие, почему их показывают, зачем, неизвестно. И знаете, момент в Алфее, когда нам показывают Трикс, меня действительно обнадёжил. Я подумала, что это действительно они. И действительно понадеялась на то, что Трикс с поднятым белым флагом пришли к Винкс просить помощи. Что они расскажут обо всём Блум и о том, что произошло на планете Дьемонт. Но нет, как оказалось, это были... Винкс. Стелла, Лейла и Флора. Метаморфа-симбиоз они изучают. Что ж, прекрасно, хотя бы за восемь лет вы что-то выучили. Я вами горжусь, Винкс. Но что же Сайси, Дарси, Сторми? Что с Апфир, наконец? Ничего. Винкс хотят похитить оставшиеся звёздочки для того, чтобы вернуть звезду желаний и восстановить баланс в волшебном измерении. Не спорю. Идея действительно крутая. Особенно с учётом того, что феи обладают новыми познаниями в области перевоплощений. В это время Трикс отправляются прямиком в тронный зал Валтера. И Сторми спрашивает Айси, зачем она идёт к нему, если звёздочка давно освободила их от тёмного заклинания. Однако принцесса Диамонда отвечает, что заполучив великую силу, она сможет расколдовать планету и свою сестрёнку. Что ж, хорошо. Ты это уже который раз обещаешь Айси, и я очень надеюсь на то, что ты сделаешь то, что ты хочешь. Сторми и Дарси соглашаются на предложение Айси, однако ведьма заставляет сестёр пообещать ей ещё одно. Если произойдёт что-то страшное, они должны будут убежать как можно быстрее и бросить Айси одну. Затем они пошли к Валтеру, поболтали с ним, поняли, что Винкс начали их атаковать, вылетели и устроили бой. И даже не обратили внимания на то, что у фей было всего три. Проникли наши Стелла, Флора и Лейла во дворец. Последняя чуть не упала, поскольку на каблуках явно разучилась ходить. Хотя в седьмом сезоне и ранних сезонах носила каблуки куда выше. В общем, создатели нас явно готовили к чему-то особенному. Да, и Валтер оказался слишком глупым, а его братья Тьмы ещё глупее. Поскольку не понимают, что три девицы, которые так тихонько крадутся за спиной мага, враги. А нет, один тёмный брат всё же понимает, что Трикс, о которых так много рассказывает Валтер, уже стоят за спиной, но выглядят они как-то подозрительно. Да, сцены ерундови и смешнее я ещё никогда не видела. Рушится потолок, вылетает Айси, падает Блум, а Валтер как дурачок не понимает, что всё это время с ним рядом были Винкс. Вы зря пришли ко мне, вы совершили огромную ошибку, ну собственно, как и всегда. Валтер и Винкс начинают давить на Айси, сообщая ей о том, что всё в её руках. Один подарит ей магию, другие же говорят, что если ведьма отдаст звезду Валтеру, то планете Дьямонт и вообще вселенной настанет конец. И знаете, типичная концовка многих диснеевских мультфильмов. Есть две команды, каждая из которых просит у нейтрального персонажа помощи. Кому же он пойдёт? В глубине твоего сердца есть решение, и ты знаешь, как следует поступить. Поверь, Блум, Айси знает, как поступить. А вот вы, Винкс, судя по всему, вообще благодарности не знаете. Валтер не выдерживает и слетает с катушек, становится монстром и возвращается к своей первоначальной форме. И оказывается куда крупнее, чем в третьем сезоне. Как это забавно. Наблюдая за боем неподалёку, Айси вновь ловит флэшбеки, которые являются единственным утешением для меня в данной серии. Нам показывают то, как, будучи девочкой, Айси даёт обещание своей сестре, что станет сильнее, станет храбрее, как сапфир, и обязательно разрушит заклинание тёмной ведьмы, которая напала на её планету. Девочка изменяет цвет своих волос, и в её глазах пылает месть. Затем флэшбек заканчивается, и Айси принимает решение о том, что звёздочка должна достаться Блум. Эпичный бросок, эпичное появление шкатулки звёзд, Винкс загадывает желание, суть которого заключается в гармонии во всём волшебном измерении, а также в его процветании. Ничего про Диамонт, ничего про Айси. Более того, феи суперсилу получают, и всё. По кичмоке Валтер. Прекрасный финал, не правда ли? И я понимаю, если бы феям дали новые образы, типа Мега Космикс или ещё что-то, но нет, их просто покрыли золотым цветом. Зачем? Да фиг его знает, пусть будет. Победили они Валтера. Вот вам и звезда желаний, вот вам и эпичная музыка, и все такие счастливые, ведь Винкс смогли всё сделать. Винкс такие крутые. А ничего так то, что благодаря Айси Винкс получили звезду. Она её добыла, раскрыв всем свой секрет. И благодаря ей вы смогли осуществить свой добрый план. Взамен нам даже не показали освобождение планеты Айси. Нам не показали расколдованной сестрёнки Айси. Ничего. Абсолютно ничего. А действительно, зачем? Мы уж лучше покажем повторы кадров с концерта. А где ностальгия по прошлым моментам? Вы бы хоть показали Сапфир и Айси на новом концерте. Уже этого было бы достаточно. Но нет. И если раньше мультфильм Винкс мог позволить себе показать конец достойно, то здесь его просто слили. Простите за негатив, ребят, но я когда смотрела финал, я плакала, поскольку разочаровалась в последней серии. И знаете, что меня добило окончательно? Символ Винкс на небе. Винкс! Да я возненавидела их после этого. Я до последнего надеялась, что нам хоть немного покажут Айси, Сторми, Дарси, Сапфир. Но ничего. Пустота. Я очень хотела увидеть то, как феи помогут Айси расколдовать планету. Пусть даже с помощью волшебной пыли. Однако, и этого не произошло. И знаете, что самое интересное? И что меня хоть как-то обнадёжило на продолжение? Выход возможного продолжения оригинального мультсериала Винкс Клуб будут рассматривать не раньше 2021 года. Неужели у нас есть надежда на то, что этот весь бред закроют хорошим дальнейшим сюжетом? Потому что, ну действительно, создатели, у вас вышло всё очень классно. Но последняя серия явно оборвалась не там, где нужно. Здесь просто необходимо продолжение. И как вы думаете, что подготовит для нас Радуга? Неужели нам стоит ждать девятый сезон? И неужели мы увидим продолжение истории Айси? Я бы на самом деле хотела это увидеть. Обязательно напишите свои впечатления внизу в комментариях. Я буду этому безумно рада. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. С вами была я, Элумика. А пока соберись, нам в бой скоро! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова